здорово мои дорогие ребята сегодня мы продолжаем отвечать на ваши замечательные вопросы поэтому если вы еще не задали свои вопросы обязательно делайте это в комментариях под этим видео с вас подписка на канал и лайк поехали разбираться сегодня нам задал вопрос дарья поппель с таким текстом как быть на пг с ненормативным графиком а именно ночные смены сон утром также григорий гутин лайк алексей и иван подскажите пожалуйста как использовать пг с графиком работы день-ночь и сутки через трое заранее спасибо ребята поехали разбираться но ребята как всегда перед тем как я дам ответ на эти замечательные вопросы я призываю вас присоединиться к нашим рядам бравых марафонцев записывайтесь в мой пг марафон о том что такое пг марафон вы можете узнать перейдя по ссылке вот здесь а я поехал отвечать на ваши замечательные вопросы вперед дорогие мои ребята вопрос с ночными сменами стоит очень остро очень много ребят у нас работают по ночам либо же работают сутки через трое ребята о чем говорит я сам работал сутки через трое когда учился я прекрасно понимаю чем я говорю друзья мои в первую очередь я хочу вас попросить пожалуйста когда вы в ночную смену работаете когда вы сопротивляетесь и боретесь с организмом боретесь с желанием поспать ваш организм начинает вырабатывать кортизол и на фоне высокого кортизола на фоне отсутствие сна ваша задача будет очень проста ребята углеводы держать на нуле углеводы держать по самому 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 минимум когда вы не спите ваш кортизол высокий если вы дадите еще сверху на это все мероприятие углеводы это будет сразу моментально транслироваться в сало ребята ни в коем случае нельзя кушать углеводы во время ночных смен ни в коем случае нельзя кушать углеводы после ночной смены когда вы приходите в 7 8 в 9 утра домой и когда вы наедаетесь и ложитесь спать нельзя этого делать потому что кортизол сразу в сало это ребята стрессовый гормон о том что такое кортизол чем он опасен чем он страшен вот здесь смотрите пожалуйста на мое видео он наш друг кортизол помогает держать организм в балансе с мышечной и жировой массой но в случаях когда у нас нормированный сон когда сон начинает съезжать ваша задача компенсировать а выработку лишнего кортизола путем понижения ваших углеводов это самое самое важное ребята не перестаю повторять снова и снова поэтому в дни когда вы спали нормально относительно нормальная что у вас детки например то вы используете схему пг классическую 16 на 8 20 на 4 когда вы уходите на сутки если вы уходите на сутки с 9 утра до 9 утра вы кушаете во второй половине дня а ночью вы не едите если вы уходите на работу например в 9 вечера и приходите в 9 вечера следующего дня вы всю ночь не кушаете никаких углеводов если вы хотите действительно есть то вы используете чистейшие кето 0 либо около китозной орбиту 10 максимум 15 грамм супер медленных углеводов это ваша основная задача ребята по принципам кета или lchf это низко углеводная высокожирная диета это то что вы обязаны своему организму если так получилось что у нас такая работа вот и весь фокус относительно тренировок ребята вы если работаете с 9 вечера и вы не сможете поспать вы не тренируетесь во второй половине дня то есть вы не создаете стрессовую тренировочную нагрузку перед ночью без сна вы можете потренироваться в первой половине дня это будет приемлемо но вы не создаете стрессовую тренировочную нагрузку после 5-6 вечера потому что это приведет к еще большему выбросу кортизола на фоне отсутствия сна если у организма будет немножко больше времени восстановиться в течение дня после тренировки использовать ваши анаболические гормоны для роста для восстановления это хорошо но мой совет это воздержаться в дни работы вообще тренировок в идеале ваша тренировка идет и и в этот же день вы должны спать нормально то есть если у вас сутки через трое двое суток вы можете легко тренироваться находили этого время тогда когда у вас будет сон и восстановление в день когда у вас на нет тренировки нет потому что это тоже будет повышать кортизол по поводу еды минимум углеводов максимум жиров максимум медленных здоровых белков в идеале ваша ночная смена проходит по принципам кета или lcf вот такие простые правила тренировок и питания во время ненормативного графика друзья мои все это проживается это не является приговором это не является отговоркой не работает над своим телом просто немножко мы должны поменять нашу стратегию и политику ведения отношений со своим организмом спасибо вам огромное за то что вы задаете это вопросы это подчеркивает вашу решительность это подчеркивает ваше положительное настроение относительно работы работы над своим телом друзья мои никогда работа не будет величественной никогда работа в траншеях в окопах когда вы трудитесь правильно питаетесь тренируетесь, когда вы стараетесь делать максимум, это не гламурно это тяжело, и поэтому это делают только единицы, спасибо огромное тем, кто трудится и старается над своим телом, долголетием и подает пример окружающим, друзья мои, мы двигаемся только вперед